Сегодня последняя лекция, десятая по системному программированию, в которой мы посмотрим, как в Linux устроено управление пользователями, разграничение прав доступа к разным объектам в сетях, к файлам, к IPC, к сокетам и другим вещам, и как это связано с демонизацией процесса, как процессы группируются в группы и в сессии. Донлайн уже все прошли, кроме полупотоков, и пятой домашки не будет, потому что делать ее все равно некому, так что будет только четыре. В течение всего курса мы смотрели, как устроена операционная система, в частности Linux, как работает его ядро, с чего он состоит, таких компонентов. Практически везде мы имели дело с объектами, у которых есть какая-то маска прав доступа, по которой можно разграничивать доступ к этим объектам, чтобы одни пользователи могли их использовать, другие нет. Как именно использовать, исполнять, писать, читать. Но мы в этот момент просто опускали и работали так, что у нас объекты были доступны для всех. Сегодня будем смотреть, как управлять правами доступа к этим самым объектам. Так, секунду. Права доступа принадлежат пользователям и группам пользователей. Пользователи могут этими правами делиться, с их помощью ограничивать доступ к объектам вроде файлов. И пользователи и группы идентифицируются по именам и идентификаторам, обычно уникальному. Вот. И хранятся идентификаторы пользователей вместе с их именами, хешированными паролями, группами и каким-то комментариям там в файлах ETC PassWD и ETC Shadow. В ETC PassWD лежат, ну, записаны строки вида имя, потом X — это типа шифрованный пароль. Раньше там был шифрованный пароль буквально записан. Потом его унесли в отдельный файлик ETC Shadow, потому что файлик ETC PassWD он доступен на чтение всем пользователям, только ROOT. То есть его кто угодно может прочитать и достать оттуда хешированный пароль, попытаться его как бы расхешировать, угадать какой там пароль. И из-за этого пришлось унести хеши пароли в отдельный файлик ETC Shadow, который уже читать может только ROOT. А ETC PassWD читать может кто угодно. Вот. Там логин, потом вместо хеширования пароля там X. Потом там айдишник пользователя, айдишник его главной группы. У него может быть больше, чем одна группа, но одна у него главная, она в этом файле записана. Это именно айдишники, а не именно. Там может быть комментарий записан, это произвольная информация, типа настоящее имя, адрес, телефон, почта, что-нибудь такое. Некоторые утилиты, которые создают пользователи или как-то там управляют, они могут в комментариях какие-то свои структурированные данные класть. Но обычно не стоит рассчитывать на то, что там лежит что-то выразумительное. Потом там домашняя папка пользователя и скрипт, который надо запустить, когда пользователь войдет в систему. Вот когда он ведет пароль, логин, надо будет запустить какой-то процесс, из которого он будет запускать все остальные процессы. И вот там это тоже указывается в последнем пункте. В EDC-shadow там не только хэш-пароли и там, помимо этого, еще всякие характеристики пароля хранятся. Например, когда он последний раз был обновлен, когда его в следующий раз можно будет менять, то есть можно запретить менять пароль спустя какое-то время после его смены. Спустя какое количество дней он уже будет считаться устаревшим. Спустя какое количество дней при входе пользователя будет вызываться предупреждение, что пароль устарел, надо его сменить. И довольно редко, наверное, используемые вещи, последние два поля, это когда надо задизайблить аккаунт пользователя, если он пароль так и не сменил. Спустя какое-то количество дней, надо заблокировать ему доступ, чтобы он не мог войти. И последнее поле, это когда аккаунт уже протухает, уже нельзя в него войти, независимо от того, менял пароль, не менял. Вот поля, которые последние два, их обычно опускают. Остальные, если мы, например, не хотим, чтобы у нас когда-либо выдавалось какой-то, выдавалось какой-то warning, что пароль устарел, мы просто ставим его в 99999 дней, как бы, ну, не доживем до того момента, когда надо будет этот пароль менять. Да, и даты тут все. Ну, вот эта вот штука, эта дата, последнее время апдейта, это дата в количестве дней с 1 января 1970 года. Ну, то есть, Unix, типа, timestamp, только дни, а не секунды. А все остальное уже дни, начиная вот с этой даты. Ну, и expire, он тоже дата абсолютная. Ну, это невзятно запоминать все это, как бы, такое. На некоторых, например, в системах EDC Shadow может это не быть вообще. Там все может быть EDC-посудой хранится, если это какие-то старые, там, окружение ядра. И когда пользователь создается, то записи о этом пользователе попадают в эти файлы. Создание пользователя, оно, оно не делается каким-то одним способом. Я объясню дальше, почему. Ну, самый такой, наверное, известный способ – это команда UserAd. Это просто программа обычная, которую с терминала можно запустить, и она принимает разные поля, которые надо этому пользователю задать, типа, комментарий. Ну, там можно написать настоящее имя, телефон, почту и прочее. Там можно выбрать конкретный ID-шник пользователю, можно ему группу какую-то выдать, выдать начальную, выбрать ему логин. Ну, короче, просто зарегистрировать нового юзера, и он там правильно запишется в эти EDC-посуды, EDC-shadow. Вот я в примере создал юзера sysproc-user, задал ему комментарий, комменты, и все остальное по дефолту оставил. И вот у меня создался юзер, он попал в EDC-посуд в последнюю строчку, команда tail, она выводит конец файла, минус N1, это последняя строчка файла. И просто не хотел весь EDC-посуды выводить, он у меня там большой был. Поэтому я только последнюю строку тут вывел, вот у меня создался юзер, пароль у него, типа, шифрованный, вот. Ему выдался ID-шник 1001, группа 1002 ему создалась, коммент, ну вот, что я здесь написал, то и создалось. И по умолчанию домашняя папка создается как home и логин. Можно выбрать другую, можно вообще не создавать домашнюю папку, что угодно можно выбрать. И по умолчанию обычный баш мне будет выполняться, когда я буду входить под этим юзером в систему. И в EDC-shadow он тоже попал, только здесь вместо пароля у меня восклицетный знак почему-то. Это из-за того, что пароль я не задал. Вот я здесь сделал юзер ад, а пароль не задал. Там можно задать пароль, есть такая опция минус B, она принимает уже зашифрованный пароль, но он там как-то сложно шифруется, это слишком сложно делать в терминале, вот. Поэтому для создания пароля есть еще одна команда, которая лучше пользоваться, чем явно в юзер ад передавать пароль. Кроме того, в юзер ад его небезопасно передавать. Есть команда passvd, тоже обычная терминальная команда, она ничего такого особенного не делает, кроме как меняет файли китис и shadow. Ну, она может на разных системах разные вещи делать, но в общем случае она просто меняет EDC-shadow. Вот здесь у меня бесказательный знак подменит нашифрованный пароль. Вот я говорю, что passvd и хочу такому-то юзеру сменить пароль. Если мы пишем просто passvd без аргументов, то мы меняем пароль самому себе. Но если мы root, вот я здесь из-под root зашел, я могу поменять пароль другому юзеру. Например, он его забыл и пишет мне, я забыл пароль. Я туда захожу из-под root и ресетую ему пароль на какую-нибудь фигню, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Он возойдет и сам поменяет. Вот я тут ввел новый пароль, написал, что он успешно сменился. Командой su можно сменить пользователя. Вот я говорю, что su и теперь я хочу зайти под пользователя Владислав. Ну да, короче, команда su можно переключать текущего пользователя. Вот я был root, сделал su Владислав, стал Владиславом. Сделал su sysproc-user, ввел пароль, который я вот тут вот, блин, который я вот тут вот раньше вводил и смог под ним зайти. Если бы я здесь пароль не задал, то я бы под пользователем sysproc-user зайти не смог. Нельзя зайти под пользователем, у которого пароль вот такой вот, вскратный знак. Для таких юзеров надо обязательно сначала пароль засетать, а потом уже можно будет заходить. Если открыть свой файлик вот etc-shadow, когда система еще свежая, то там будет очень много, на самом деле, всяких юзеров, и почти у всех будет восклицательный знак, потому что это разные служебные юзеры, из которых залогиниться нельзя. И у root, кстати, тоже восклицательный знак стоит, потому что из-под root мы залогиниться не можем. Мы не можем, когда вот у нас запускается только система, там, какая-нибудь Ubuntu, взять и выбрать user root. Мы не можем так сделать. Даже если мы как-то через терминал умудримся это сделать, но все равно не пустят логинер, ну, демон, который логинит всех. Потому что у пользователя root вообще пароля нет. Единственный способ зайти в root, это какими-то другими способами, там, через другого юзера, залогиниться как root нельзя. И удаление пользователя команды userdel. В опции минус R я сказал, типа, удалить все, что с этим пользователем вообще связано, все его, там, письма, какие-то почтовые папки, его домашнюю директорию, все за ним почистить. Вот я его дропнул, как бы, и все тут ничего такого особенного. И вот почему я говорил, что userad – это команда обычная терминальная программа, как бы ничего в ней такого нет, и их, на самом деле, очень много, помимо userad. Все дело в том, что в ядре пользователей нет вообще. Ядро, оно не знает ничего про какие-то логины, пароли, все, что есть в ядре, связанного с пользователями. Это вот такая вот структурка кред, в которой есть айдишники. Только айдишники, больше ничего здесь нету. Ни паролей, ни хешей, там, никаких комментов, никаких экспайр, там, дат, ничего. Все это в юзерспейсе хранится. Все вот эти вот, все вот эти файлы, все вот эти команды – это обычные пользовательские программы, которые меняют. Ну, вот это пользовательские программы, а это просто пользовательские файлы. Это даже не какая-то специальная файловая система типа прок. Вот здесь вот никакого участия ядра вообще нет. И ядро, единственное, чем занимается, оно просто с каждым ресурсом эти айдишники ассоциирует, когда ему говорят их ассоциировать. Он даже не проверяет, это такие пользователи или группы с такими айдишниками есть или нет. Ему все равно. Вся вот валидация, там, пароли, все, и хеширование, проверка, все делается в юзерспейсе. В ядре нет с этим ничего связанного. Только айдишники с рвью. И помимо хранения ядро еще может проверять право доступа. Типа оно знает, у какой задачи какой айдишник пользователя, там, из-под какого юзера она запущена, и оно может проверять, каким ресурсом этому процессу доступ разрешен. Оно не занимается логинингом пользователей, там, или какими-то паролями. Только хранением айдишников и сверкой прав доступа, и все. Больше ничего. Понятно, да? Вот из-за этого получается, что вот эти команды, они даже ни одного сискола не делают, связанного именно с людьми. Ну, они, приятно, делают, там, read, write, сисколы, вот, над этими файлами, но такого сискола, как юзерад, там, юзердел, таких не существует. Нельзя взять и добавить юзера в ядро. Ядро не знает, что такое добавить юзера. Он не знает, что такое юзер. Для него есть только айдишники. Все. И поскольку это пользовательские программы, то их довольно много расплодилось на разных системах. Но юзерад, вот эти вот, юзердел, юзермод, они есть практически везде, где есть, где-где ядро линукс, но ядро линукс, он не везде, например, во фрибсд. Во фрибсд, наверное, юзерад тоже есть. А еще во фрибсд есть ад-юзер. Там есть юзерад, есть ад-юзер. А в маке нет ни юзерад, ни ад-юзера. Там вообще команда какая-то стрёмная. DSCL, короче, там команда есть. Она не только для создания юзеров служит, много для чего, но она, короче, сложная, и я тут ее не буду смотреть. Какого-то универсального способа создавать юзеров где угодно, типа какого-то стандарта, там вроде POSIX, его не существует. Ну, то есть POSIX, он есть, он описывает вот эти вот файлики, насколько я знаю. Вот. И они даже на маке есть, вот эти файлы. Но дело в том, что стандарт не говорит, что этих файлов достаточно. И разные системы могут больше файлов делать. Вот. Руками их все редактировать, это страшный геморрой, просто из-за того, что там избыточность большая. Например, если мы захотим пользователя переименовать, то нам придется менять и файлик по svd, и файлик shadow, и файлик групп, где перечислены в какой группе какой юзер. То есть один, ну, поменяв что-то одно, нам приходится менять сразу много файлов. Причем, скорее всего, это даже не атомарно делается вот этими командами. И делать это руками, это, конечно, не стоит. Лучше использовать эти команды. И поскольку никаких гиблиотечных вызовов у нас для этого нет, стандартных, то если нам нужно из нашего кода сишного создать юзера, вдруг там понадобилось. Ну, во-первых, это можно будет сделать только из-под рута. Вот эти команды, они только рутом зовутся. Потому что они меняют эти файлы, а менять эти файлы может только рут. Вот. Во-вторых, нам тогда придется юзать какую-нибудь просто экзеквее там делать с этими командами. Никакой функции, которая делает то же самое, что эти команды нет. Можно, конечно, какую-нибудь библиотеку там поставить, но стандартного способа никакого такого нет. Понятно, да? Следствие. Интересное хранение пользователей не в ядре. Я могу взять и сказать, что владелец файла, пользователь, несуществующий пользователь с выдуманным айдишником. Вот я создал файлик. До этих команд еще дойдем. Пока вот просто смотрим, что я создал файлик, я его владелец. Вот. Все как бы нормально. А теперь я говорю, что владелец этого файла, пользователь с айди 2000. Такого пользователя у меня нет. И спокойно все засеталось. Владелец файла, получается, не существует. Это доказательство того, что в ядре этот айдишник, он как бы сохранится и все. А существует пользователь с таким айдишником или нет? Неважно. Такая фигня выходит. Это мы смотрели, как пользователи хранятся. Пользователей можно объединять в группы. Группы вместе с их юзерами, с айдишниками хранятся в файле китс групп. И в нее тоже есть shadow, в файле китс gshadow, где хранятся пароли групп. Честно говоря, я не знаю, зачем может понадобиться пароль группы. Я пытался как бы найти какие-то применения. Но что-то я не нашел. Пароль группы, походу, сделан просто для симметричности с пользователями. Ну, то есть перемещать юзера между группами все равно может только root, и непонятно, зачем нужен туда пароль группы. В файле китс групп хранятся имя группы, ну, опять x вместо зашифрованного пароля айдишник группы и список участников через запятую. Файлики китс gshadow, имя, хэш, пароли. Тут может быть список админов группы. А, не только root, значит, может группу менять, еще админы могут. И список просто мемберов группы. И вот еще одна избыточность. То есть, если я захочу поменять состав группы, мне придется редактировать и файлик etc group, и файлик etc gshadow. Если мы где-то в своем коде об этом забудем, то будет неконсистентно храниться. Поэтому лучше использовать команды готовые. Понятно. Создание юзеров, создание групп, оно очень похоже на создание юзеров, даже гораздо проще. Я просто делаю групп адд, там есть еще несколько опций, не особо интересных, но не будем их смотреть. Суть в том, что можно вот так вот двумя словами создать групп. С пользователем мне еще приходилось задавать какие-то опции с группой проще. Я создал группу, смотрю, файлик etc group, она появилась. Вот, и идишник 1002 выдался. Участников ее нет. Вот, у меня после двоеточия ничего нет, пусто. Теперь я хочу добавить туда участников. Я создаю еще пару юзеров. CISPROG user, CISPROG user 2. И команда user. UserMod минус ag. Минус A это append. G это группа. Типа append к группе. Вот я этого CISPROG user зааппендил, то есть добавил к тест-группе. Если я A уберу, то у меня просто ресетница группа. То есть он только в этой будет состоять. Если я хочу несколько групп добавить, то я их через минус ag. Добавляю. Но это тоже не обязательно запоминать, это все в мане считается. Нет смысла это сбрить. Ну вот я создал двух юзеров, добавил их в одну группу. И теперь смотрю, файльник etc-group. Вот у меня юзеры добавились. Вот их не было. Вот они добавились. Ну и на каждого юзера еще своя собственная приватная группа. Создалась команда юзера, ты их по умолчанию создает. Здесь была лень опции какие-то искать, как этого не делать. Но это можно не делать. Приватные группы нужны за тем, что если у юзера все в гигантской глобальной группе состоять, то они просто смогут все файлы друг друга смотреть. Поэтому когда пользователь создается, то обычно создается ему еще приватная группа, в которой состоит только он и больше никто. И по умолчанию все, что он создает, все файлы, все EPC, они в его группу попадают. И остальные их не могут читать без язвы, в этом разрешение писать, читать. Понятно, да? Такая полуадминская сегодня лекция будет. И вот я удалил группу. Группа у меня пропала из etc-group. Я подропал юзеров, чтобы они у меня не болтались там лишние. Все. Вот такой пример создания группы и добавления в нее юзеров. И теперь сложная часть. Юзеры, они... Ну, юзеры как бы вот есть DTC PassWD, список юзеров. Они могут заходить, логиниться, выходить. Но у процесса, который работает, у него не один юзер. У него не просто, типа, кто этот процесс запустил. У него на самом деле два юзера. Во-первых, это реальный, кто процесс запустил. Ну, он изначально равен тому, кто запустил процесс, потом его можно менять. И еще один эффективный юзер. Это от чего имени работает процесс. То есть, один юзер может запустить процесс, и каким-то образом он начнет выполняться от имени другого юзера. Соответственно, у него права как бы могут там продвинуться. Например, я, когда меняю пароль команды PassWD, я его выполняю не рутом. Я просто из-под своего юзера могу написать PassWD и поменять свой пароль. При этом команда PassWD, она пишет в файле KTC PassWD, в который писать может только рут. То есть, я рут, я вызываю программу, которая может писать в файл, который может писать только рут. Как так и получается? Понятно, проблема, да? То есть, я косвенно, вызвав какую-то программу, все-таки поменял файль KTC PassWD. Вот это делается за счет эффективного юзера. Когда я запускаю файл, исполняемый файл, у которого установлен специальный бит, setUserID, то мой эффективный юзерид становится равен владельцу этого файла. И все мои права будут проверяться по эффективному юзериду, а не по реальному. Вот, ну и setGroupID то же самое, можно от имени чужой группы выполняться. Вот, исполняемый файл, ну, исполняемый файл, у него много, вообще у любого файла, у него там много всяких битиков, типа можно ли его читать, можно ли писать, можно ли исполнять, может ли это делать юзер или группы или все остальные. И помимо этих вот битов таких, ну, вот эти вот rvx, 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 как в выводе командами ls, есть еще три бита, такие вот, которые мы сегодня будем смотреть. И два из них это setUserID и setGroupID. Вот, они не проверяют права, а наоборот могут их менять. Вот, запустим пример, чтобы посмотреть, что этот setUserID такого делает. В примере я использую Linux-специфик-функцию getRESUID. Это не resUID, а это real, effective и savedUID. Что такое saved мы еще посмотрим. Вот, потому что функция только на Linux есть, она печатает все UID-процессы, которые с ним связаны. Она их возвращает, я их печатаю. Пока что такое safety вид забиваем, нам интересно только UID и эффективный UID. Вот, я эту простую программку собрал, собрал, да, собрал и у меня создался файлик a.out, исполняемый файл. Вот у меня тут x, это и право на исполнение. Я его владелец, моя группа его владелец. Все как бы вполне так понятно. Понятно ведь, да? И потом при помощи команды changeOwner, типа сменить владельца, я делаю так, что теперь владелец этого файла root. При этом исполнять я все еще его могу. То есть вот этот файлик, у него здесь x и x стоят повсюду, значит его исполнять можно кто угодно. То есть есть файлик исполняемый, которым владеет root, но исполнять его может кто угодно. Что это дает? Пока ничего. Вот у меня мой UID, он, вот есть пользователь Владислав, он 1000, я запустил программу, у меня все UID 1000. Откуда root что-то? Ну, ничего не изменилось, я сделал xOwn root и ничего не произошло. Вот в связи с того, что я set user id еще не установил. он сам по себе вот эти биты никакие не выставляет, он просто меняет владельца. Но чтобы включить смену EUID, когда выполняется эта программа, нужно этот бит установить. И вот я делаю это еще одна команда, чмод, changeMod. Она может менять маску прав, вот эту вот. И я говорю, что... Ну, короче, вот это вот сочетание U+, S, оно делает установку бита-сет-юзер-айди. Я не буду разжевывать, что как бы конкретно каждая буковка тут значит, это проще в мане посмотреть. Вот этой командой я сделал установку бита-сет-юзер-айди. И теперь смотрим, у меня здесь был x, вот он, видно, да? А теперь здесь стало s. Это означает, что у этого исполняемого файла set user id бит установлен. И если я сейчас его выполню, то у меня эффективный юзер-айди станет рутом. Вот я его выполнил. У меня настоящий юзер-айди тысяча, потому что я из-под пользователя Владислав выполнял. А эффективный ноль. То есть я запустился не из-под рута, но у меня есть права как у рута. Понятно, да? И вот это используется командой passvd, когда мы ее из-под обычного пользователя запускаем, и она при этом способна менять файлик etc passvd. у которого доступ на запись есть только у рута. Понятно, да? Я как бы не рут, но у меня есть права рута. Да, и может возникнуть вопрос, типа насколько это безопасно вообще такие программы делать, ведь кто угодно возьмет ее, запустит, все начнет мне тут ломать. Ответ такой, что писать такие программы надо просто аккуратно. То есть эта программа, она не дает пользователю, который ее запустил, она не делает пользователя, который ее запустил, настоящим рутом. Когда эта программа завершится, ну, у юзера, который ее запустил, у него это права остались прежние, он не стал рутом. Только конкретно этот новый процесс, который вот этот исполняемый файл запустил, у него будет E-UID 0. И то, как мы реализуем программу, которую этот процесс будет выполнять, вот только от этого зависит, насколько это безопасно. Вот программа KPSVD, я почти уверен, что она как бы безопасна, и поэтому ее не страшно запускать из-под имени рута. То есть мы сами пишем какую-то программу, которая вот делает CET-UID ROOT-овой, и у нас там будет какая-нибудь уязвимость, которую мы пропустим, типа какой-нибудь буфер overflow или еще что. Короче, какой-то способ, в котором злоумышленник сможет туда свой код вставить исполняемый в этот процесс тогда, да, мы создали себе как бы способ нам все уничтожить. Если злоумышленник сможет получить рута, поэтому такие программы надо писать очень аккуратно. Очень внимательно следить за всевозможными какими-то ошибками, которые мы там допускаем. Если мы собираемся разрешать E-UID ROOT-овой делать, если у нас E-UID не рутовый, то, конечно, все не так страшно. То есть я могу этот очмот, я вот здесь могу ч.оун сделать, но взять на рут. Я могу здесь любого другого юзера поставить, и у меня E-UID точно так же на него сменится. То есть это не только к руту применимо. Здесь вот этот вот рут можно заменить на любого другого юзера. И E-UID просто здесь будет тогда не рутовый, а вот того там пользователя. Понятно, да? Просто это наиболее применимо для рута. Типа самое такое простое применение. Да, это был первый способ поменять E-UID. Есть еще один способ. Это уже делается не командой терминала, а уже из сишки. Есть такие системные вызовы. сет-юид и сет-е-юид. Сет-е-юид, он меняет эффективный юид, если это позволено вообще. То есть я не могу взять, запустить произвольный процесс, сказать сет-е-юид 0 и все, и пойти как бы все уничтожать. Мне ядро не даст. Ядро знает, что есть супер-юзер с аидишником 0. Он не знает ни его логин, ни пароль. Он просто знает, что юзер с аидишником 0, он супер-юзер. Это, пожалуй, единственное, что ядро по-настоящему знает про юзеров. И при помощи этих функций, если у меня есть на это право, я могу менять свои E-UID и UID явно. Понятно, да? В этом и сал такую программку, которая покажет, какой эффект оказывают выполнение вот этих функций сет-е-юид и сет-юид на то, что будет происходить. Чтобы это видеть, я опять эту распечатывал, кусую вернул, гетри-с-юид. Она будет все три юида мне печатать. Про S-UID я помню, мы до него не знаем. Уже очень скоро. И программа работает так. Она принимает три аидишника пользователя подряд, ну, с командной строки. На первые два пытаются делать сет-юид, на последний сет-е-юид, а на последний сет-юид. И будем после каждого шага распечатывать и смотреть, что происходит. Вот. И на последний меняем настоящий юид. И вот этот вывод, выполнение вот этой команды, вероятно, удивит. Она очень противоречит тому, как она называется, вот эта функция. Вот я собрал, только собрал программу. Я не root, я ничего такого сейчас не делал. Просто из-под обычного своего юзера взял, собрал и запустил. Говорю, что сначала сделаем сет-юид тысяча, потом сет-юид ноль, попробуй стать рутом типа. А потом сет, это был сет-е-юид. Вот, это сет-юид. Когда я только запустил программу, у меня все по-тыс-юид. Ну, блин. У меня все по тысяче. Ну, у меня не было никакого здесь битика сет-юзер-ид. У меня запущена программа не из-под рута, поэтому все одинаково. Тысяча мой ядишник. Все пока стандартно. И теперь я говорю, сет-юид тысяча. Но он у меня и так тысяча, поэтому все окей. Ядром не разрешает позвать сет-юид на самого себя. Ошибку оно не выдаст. А вот если я попробую сделать сет-юид на рута, а я при этом не рут, вот у меня тогда вернется минус-едничка и глобально переменное ерно, там будет ошибка еперм, по-моему. Короче, в мане проще прочитать. Суть в том, что она вернет минус один и засетает ерно в нужный код ошибки. Вот у меня не получилось. Я сделал сет-юид 0, и у меня ничего не поменялось. Сет-юид. И потом я сет-юид тысяча делаю, тоже ничего не поменялось. Короче, вот как видно, для обычных юзеров, не рутовых, эти команды, они такие себе полезные, конечно. Да. Рута получить я не смог, а теперь я пробую запустить это уже из-под рута. Команда судо, она, ну, это программа, которая запустит меня прямо из-под рута, даже не через еди, так как настоящего рута. Не буду разбирать здесь, как судо работает. Это просто программа, которая делает сет-юид 0, там, вначале. Вот. И выполнять эту программу судо может только список судо-ерс, типа судо-пользователей. То есть, ну, я все-таки немножко скажу, окей, вот этот список пользователей, которые имеют право делать судо, может показаться, что это, на самом деле, несколько рутов у нас. На самом деле нет. Все пользователи, которые могут делать судо, они, на самом деле, все свои команды выполняют вот имени одного вот рута с айдишником 0. То есть, у нас много юзеров, они все могут выполнять судо, но в итоге каждый из них будет выполнять, на самом деле, все из-под рута. Нет такого понятия, как много рутов руту один ходишь никого 0 всегда я читал кстати можно ли испортить рута типа удалить его вообще или одессы кому поменять пароль там как-то испортит на самом деле по ходу можно это следствие того что это все не в ядре то есть я могу испортить файлик и тисе по свд он он попытается еще как-то выживать после этого у него там где-то в резерве еще сохранено и если все эти файлики резервные по находить по удалять попортить то в итоге даже путится не будет это все придется заново с бака по восстанавливаться такое замечательное следствие того что это все не в ядре можно сделать систему небутабельной вообще так вот я здесь запустился из-под рута и сказал сделай мне сет ее и 1000 потом сделай сетки вид ноль потом сидеть 500 пользователя 500 кстати нет его не существует вот сначала у меня все по нулям потому что я рут проясните вместо суда мог просто сделать бар мог просто сделать суда су чтобы зайти из-под рута это же самое запустить без судой тоже был бы то же самое вот я просто запустился из-под рута теперь я делаю сеть ее и 1000 ну вот он в 1000 заседался вроде все понятно нормально как должен был рут может менять своей вид все окей потом я делаю его обратно в ноль и здесь ну и такой типа не очень наверное очевидный может быть момент как я говорил право на выполнение каких-то определенных действий они проверяются по ею еду и вот у меня здесь ею и 1000 я при этом делаю сетки вид ноль то есть я эффективно не рут я хочу стать эффективно рутом почему мне при этом все равно разрешено это сделать потому что потому что когда я меняю ею ед команда ее и команды сетки вид у меня старое значение в вот этот вот третий вид сэйфки виду называется сохраняется вот мы до него и дошли вот этот третий он не используется никогда для проверки каких-то прав кроме одного случая когда мы временно перестали быть рутом вот я временность своей вид на тысячу поменял и хотим обратно стать рутом тогда вот если я делаю сетки вид ноль и у меня сейфки вид ноль то мне разрешено это сделать даже если у меня эффективный вид не ноль понятно да вот эта штука позволяет восстановить обратно ей вид когда я временно его мог поменять на другое так да вот я заседал в ноль вернулся в начальное состояние и теперь неожиданно как работает сеть юит казалось бы что сет юит он должен просто заседать юит но заседал вообще все все три взял и испортил это сделал свет юит 500 и у меня все стали 500 и я вообще у меня даже в сейфке вид поменялся и в итоге потерял роль рута навсегда я теперь не смогу сделать этот вид ноль обратно потому что у меня не нигде здесь нуля нет и ядро скажет а ты уже больше не рут все до свидания здесь она видела что у меня что я был рутом типа можно туда вернуться в рута а здесь она видит как бы у меня все три вида 5 500 не ноль значит я не больше в рута вернуться не могу вот ну и пользователь 500 он не существует получается у меня процесс который работает от несуществующего юзера и это особенность работы сет юида от имени рута он все три вида сетает вместо одного сет ею вид все ты только один всегда сет юит все ты все три из-под рута теперь посмотрим еще будет да зачем зачем с вид то но ей это он равен на самом деле не всегда этой опечаткой здесь но он нужен не только за тем чтобы вот эту ситуацию разрулить есть еще одна ситуация хотя наверное то же самое будет сейчас короче посмотрим вот что будет если сделать вы если выполнить эту программу не из-под рута как мы помним если она выполняется не из-под рута у нас ничего интересного не происходит но что если я добавлю сюда сет юзер айди битик то есть я запущу ее из под рук не из-под рута но при этом эффективный юит у меня станет нулем здесь я везде стартовал с одинаковыми трешками видов и там ну как бы все довольно предсказуемо было никаких сюрпризов а теперь у меня на старте настоящий и тысяча потому что я запустился не из-под рута но эффективный юит у меня рутовый вот я опять делаю сет ею и тысяча сетки видит 0 сет и вид 500 посмотрим что теперь будет происходить когда я сделал сет ею и тысяча вот у меня только ею и поменялся с юнит не поменялся я могу обратно тоже в рута вернуться благодаря союзки виду понятно если у меня сейф ты видит 0 я могу вернуться в рута здесь ввел 500 и здесь тоже должно быть 500 не обрезалась что-либо блин короче здесь ними тоже опечатка здесь должно быть сет юнит 500 потому что здесь аргументом 500 перенул если бы здесь было написано 500 тогда вся тройка тоже было бы 500 потому что ты от именем то выполняешь понятно теперь понятно зачем все три вида нужны настоящий нужен чтобы понять кто реально запустил процесс хотят тоже можно поменять менять только руд может эффективный вид нужен для проверки привилегий всяких с вид нужен чтобы восстановить ей видишь и мы его временно дропнули посмотрим теперь как ну вот я здесь псевдокод накидал как могут быть реализованы эти сетки видит вид ветре сет ей вид чем делает он смотрит если я рут то я могу делать что хочу туда вот у меня тогда все это условие станет false я просто пойду там все то чего угодно если я не рут тогда мне нужно чтобы хотят хотя бы один из чтобы хотя бы один из имеющихся у меня вот этих трех видов был уже равен тому который я хочу заседать ну то есть относительно бесполезные для юзеров а вот для рута полезно можно менять да зачем это может быть нужно руту сбрасывать свои привилегии за тем что когда мы логинимся когда мы когда мы входим в систему есть такой юзерский демон демон процесс под названием логин на линуксе на маке на маке не помню но магия короче не логин там что-то другое вот она линуксе есть такая программа логин фоновая которая запущена от имени рута когда запускается только операционная система это не часть ядра это пользовательский процесс его даже дропнуть можно вот она запускается от имени рута и когда мы логинимся мы логинимся в эту программу но она она форкает нам на каждый вход свой как бы терминал свой свое окошко куда мы будем что-то вводить вот и в первое время эта штука работает из-под рута она работает из-под рута за тем что когда мы вводим пароль его чтобы проверить нужно прочитать оригинальный из эти си shadow а прочитать его только рут может когда мы входим и вводим пароль то штука которая будет пароль проверять она сначала рутовая если она видит что пароль правильный на спускают дальше и сбрасывают рута сетки видом в того пользователя под которого мы заходим и таким образом процесс был рутовый мы в него зашли и он перестал быть рутовыми от рута ни следа не осталось потому что вот этот вот сет юит он как бы все три возьмем взял за это здесь нам даже лучше смотреть вот был рут логин там этот процесс он форкнул нам наш терминал куда мы будем там все вводить мы ввели пароль оказалось он прочитал эти си шедова казалось он правильный и он потом сделал сетки виду нашли вид и вот мы имеем процесс который запущен как будто бы от имени нас хотя запущен он был до того как мы туда даже зашли понятно да вот сетю ею и тонн только ей вид меняет и может еще сейфе вид поменять сет юит но свет ей вид делает и в случае рута он еще и вид тоже сеты вот я не могу гарантировать что реализация буквально такая смотрел на то очень запутанно и ну примерно вот такая вот идея там да и все что я сейчас говорила но для групп тоже справедливо не буду здесь группы больше смотреть они реально точно также как юзеры работают только нет только с тем отличием что нет никакой рутовые группы нет группы рута вот даже сейфт сейфт юнит группы тоже есть и того просуммируем как бы чем мы знаем теперь про процесс помимо того что что мы знаем уже про его ресурсы там память всякие локи файлы прочее с ресурсом оказывается ассоциировано еще минимум шесть яичников это с пользователем настоящий пользователь эффективный пользователи сохраненный и из группы все то же самое и могут быть еще добавочные группы вот когда я рассказывал про хвали про файли китисе групп не должны так когда я рассказывал про файли китисе и тисе по свд я говорил что там у каждого юзера только один айдишник группы как же так тогда получается что юзер может во многих группах состоять вот видите групп можно больше групп написать и тогда они добавятся к группам этого юзера логически типа вот они называются supplementary groups добавочные группы и процесс он тоже как бы их помнит хранит вот и по ним тоже может права какие-то проверять так вот смотри файл гитисе по свд лишь у каждого юзера только одна один группа иди но при этом пользователь может во многих группах состоять каким образом тогда хранится информация связи группы и пользователя на явно не файли китисе посуда главное его группа хранится здесь на сетается когда пользователь только входит в его процессы группа иди вот в это значение сетается все вот но главное только в этом остальные добавочные группы supplementary groups типа все остальные группы пользователи они не видя сипа свд видишь и шину плен видишь и групп вот и здесь написано что я в группе судо видимо программа судо создала себе эту группу для чего-то там не знаю чего и здесь через запятую может еще много чего быть написано и вот я могу быть здесь в этой группе могу быть в этой в этой в этой там вот ну вот собственно моя главная группа которые у меня видите сипа свд написано и вот моя вторая группа и вот пользу процесс он хранит не только мою главную группу которая видеть сипа свд написано не только вот эту а и те которые увидите си групп написаны про меня тоже то есть на самом деле этих группа иди у процесса много и они даже примерно равноправные вот чем может быть нужно много групп на уровне в смысле на таком низком уровне как логин вообще в систему то есть обычно юзеров делают поверх этого всего их никто не хранит своих юзеров там файлик и сипа свд обычно ну даже вот mysql там когда в него коннектишься да уже не хранит своих юзеров в виде сипа свд у него свои кейт системные там таблицы есть свои места где он своих юзеров хранит то есть мы логинимся в операцию персону в систему а потом уже буду через логинина в систему можем залогиниться еще какие-то пользовательские приложения через другие какие-то механизмы логина вот делать какую-то сложную логику ну вот на уровне этих и тисе по свд и тисе шеду и не знаю зачем вот видимо зачем-то бывает надо мне не пригождалось наверное это нужно в основном в каких-нибудь провайдерах облачных услуг типа вычислений там когда заказываешь какой-нибудь себе сервак там и тебе выдают какую-то папку там серваке в которой ты работаешь в другие папки ходить не можешь и видимо там видимо ну как-то это используется как это может пригодиться вот в нашей как бы вседневной жизни не очень знаю до добавочные группы и это мы говорили про атрибуты процесса но у ресурсов тоже есть атрибуты под ресурсами я здесь имею ввиду практически все что угодно что можно создать и она будет видно через файловую систему это ну или даже не обязательно через только файловую систему еще там через всякие ядерные и писи которые позволяют права задавать при мы вот смотрели все эти эксесса и писи по секс и писи там семафора эти разделяемая память очереди сообщений вот и у ресурсов практически почти у всех этих ресурсов есть какие-то права доступа к ним кто их может читать кто писать кто у них владелец кто в какой они группе ресурсы тоже на группе могут быть и у каждого ресурса это все хранится при помощи правовых атрибутов это владелец группа маску доступа из 9 бит который мы дальше еще посмотрим и еще три битика свет юзер айди который может смотрелись группа 10 кибит вот как выглядят права доступа к ресурсам но это владелец эта группа и вот эти девять битов они делятся на три тройки битов первая тройка битов отвечает за права доступа для владельца то есть то что я владелец файла не значит что я могу делать с ним что что захочу например я могу запретить самому себе его исполнять я могу вот этот x там убрать тогда я смогу только читать писать то есть есть какие-то действия которые с файлом не имеет смысла вообще делать даже если владелец например текстовый файлик исполнять не имеет никакого смысла или там еще привести ну ладно самый простой пример что вот нельзя нельзя исполнять текстовый файлик или исходник там какой-нибудь просто сишку я написал и не могу взять и исполнить у нас началась компания то есть есть какие-то разумные вещи которые можно запретить даже владельцу и вот эта тройка она в том же виде применяется потом для группы и для всех остальных то есть когда я пытаюсь получить доступ к ресурсу сначала проверяется если я владелец то проверяется по этой маске что я могу сделать если я не владелец но я в состою в группе этого ресурса то проверяется по этой маске во всех остальных случаях проверяется по третьей маске и вот эти три битика rvx они у разных типов файлов значит разное например все три этих бит они не имеют никакого смысла для директории в плане читать писать или выполнять что значит читать и писать выполнять директорию ничего в директории эти биты значит немного другое вот у обычных файлов это как барит право на чтение в это право на запись write x это execute право на выполнение вот директории это значит другое r это значит получение списка файлов типа когда майлайс на директории зовем у нас может не быть права получить все файлы в этой директории это решается вот этим вот битиком если я владелец этой директории там например да и у меня этот мир стоит то я могу посмотреть в ней все файлы а если я даже владелец этой директории у меня этого бита нет то я даже не смогу список файлов получить несмотря на то что я владелец суть в том что если бы я там сделал чмот и удалил бы вот это право на чтение то с этой папке то я не смог бы ее прочитать получить при ней список файлов даже не странно несмотря на то что владелец битик в на запись он означает право удалять добавлять переименовывать файлы в этой директории причем даже чужие если файлам не владею и меня нет вообще никаких прав на доступ к этому файлу но при этом у меня есть право у меня есть право на запись в его директорию то я могу его удалить все равно получается такая вот фигня и писать файлик не могу читать не могу дропнуть его могу и но это решается там другим битиком вот там дальше посмотрим право на execute разрешает поиск файла по имени в этой директории то есть у меня может не быть право на чтение всей директории но если заранее знаю имя файла и у директории есть право x то я могу файлик получить знаю его имя заранее то есть я не могу сказать спросить какие у тебя все файлы есть но если я знаю заранее что там такой-то файлик лежит я могу его достать это используется к примеру когда мы include делаем в сишки там include там user include std там его . наш какой-нибудь у нас может не быть прав на чтение промежуточных этих папок но при этом у нас будет право x на промежуточные папки мы сможем пройти по этому пути не знаю что там еще в этих папках лежит понятно да точно прям и вот еще три битика есть помимо этих девяти которые определяли право доступа первые сет юзер айди которые можешь смотрели в исполняемых файлов если процесс делает экзек в этом экзек лп или еще что на исполняемый файл у которого стоит этот бит то ядро поменяет его ей вид на владелец но на юид владельца этого файла понятно да вот это внутри где где делается привели это уже не user space ну для остальных файлов там и для директория бит смысла не имеет гена сам для директорию на некоторых системах имеет смысл на полагаться на это не стоит здесь про это не буду говорить все группа иди он делает то же самое для исполняемого файла эффективную группу сетует в группу владельца для обычных файлов он смысла не имеет а для директорий он означает что независимо от того из под какого юзера я создаю файлы в этой директории у них у всех будет группа как у этой директории примеру есть папка там у нее группа предположим группа один какой нибудь я создаю состою в групп 2 я в этой папке создаю какой-нибудь файлик тест . текст и и он будет иметь группу групп 1 какой-то директории они групп 2 как у меня если этот бит стоит то есть получается вся папка может читаться любым из членов группы владельцы этой папки они только теми людьми которые там файлы будут свои создавать то есть если этого бита нету то каждый файлик свежесозданный будет принадлежать одному конкретному юзеру принадлежать его конкретной группе если этот бит установить то все файлы в одной папке будут лежать еще и в одной группе тогда все кто в этой группе состоит могут их читать писать там все такое ну в зависимости от того что то в маске есть конечно вот в этой маске то есть то что у меня есть то что я создаю в группе файлы не значит что я могу с ним хочу хочу делать все равно у меня вот эта маска будет фильтровать действие вот для того что вот вся эта маска может быть просто сосед на минус 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 туда даже я могу быть в группе владельца этого файла но при этом ничего с сделать не смогу и стики бит излюбленный вопрос на собеседованиях у него на самом деле реально у него значение сейчас только одно для директорий но раньше он еще что-то значим для исполняемых файлов если этот стики бит был установлен у исполняемого файла он означал что если исполняемый файл загрузить но выполнить его у него секция текста останется оперативной памяти загружена она не будет сброшена типа с лоб там или еще куда но она станет за оперативки виртуальная память вот это она не дропнется и когда следующий раз та же самая программа будет выполняться и и не придется снова диска загружать на уже будет оперативный ну то есть она может быть зубе в оперативной памяти но суть в том что она хотя бы не на диске будет и это использовалось для всяких текстовых редакторов для компиляторов которые тип очень часто приходилось использовать и не хотелось дать каждый раз когда эта программа с нуля загрузится но потом как-то диски стали побыстрее оперативка быстрее виртуальная память стала ну типа тоже продвинутая все такая теперь этот бит у исполняемых файлов не значит ничего все без него теперь нормально работают да и там еще были проблемы что когда кэшируется эта секция текст и мы потом меняем исходники нужно как-то этот кэш сбрасывать он сам не сбрасывается это было не просто какой-то и map там который да он сам типа обновиться это был какой-то другой способ я не знаю какой честный могу сказать ну короче там было было не очень легко обновлять этот кэш за закрепленных секций текст нужно было закрепить секцию нужно было поменять секцию текст убрать у нее поменять исходники убрать стики бит выполнить эту программу разочек чтобы сбросился кэш потом стики бит обратно поставить и тогда новая версия пойдет в кэш вот такая вот фигня получалось ну вот короче сейчас это все уже неважно это все в прошлом аудитории этот бит вполне себе в настоящем и он позволяет запретить удалять и переименовывать чужие файлы вот этот бит он разрешает делать чего угодно с чужими файлами в том числе и со своими и с чужими а если мы сделаем его вместе со стики битом то тогда мы сможем только свои файлы иметь переименовывать удалять и чужие не сможем в той же папке казалось бы должно быть как бы по умолчанию сделано но вот видимо не особо и используется это к примеру да к примеру в папке папки тмп корневой папки туда все процессы разных юзеров кладут своевременные файлы и если бы у нее не было стики бита а у меня есть в этой папке тмп туда любой процесс мог бы взять и всю папку тмп просто очистить нафиг всем все испортить он так сделать не может потому что стики битому запрещает чужие файлы там удалять и переименовывать понятно да получается 12 бинов на все эти штукенции правовые да и смотреть команду смотреть смотреть право вот эти вот все 12 битов смотреть можно при помощи команды и лес у нее есть опция минус цель которая выйдет типа long long формат все выведет все эти биты биты она выведет не в сыром виде как просто чиселки как буковки вот этими тройками rvx 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 и если права нет там черточка если она есть то там буковка кроме rvx of там как мы еще уже раньше видели может быть с это означает что это не просто исполняемый файл что он еще и сет юзера и не делает вот эта буковка с означает и еще там может быть буковка т если вот здесь вот последнем битике в последнем битике может быть буковка т это означает что стики бит стоит с может быть большой это означает что сет юзера иди стоит оправа на исполнение нет но это смысла не имеет вот но теоретически так можно и практически тоже просто бесполезно вот но я здесь вывел чем не тут лежит в папке с примерами этой лекции и здесь еще помимо маски прав тип файла можно посмотреть это да если директория прочерк если обычный файл это по если это pipe именованный вес если это юник сокет там еще вроде а еще ссылки есть символические ссылки есть в некоторых файловых системах если это ссылка то тут будет буковка или может еще какие-то буквы есть не знаю вот здесь написано владелец группа владельца всякие такие вещи все остальное там уже не связано с правами доступа вот здесь я показываю как буковка с может быть еще вот на этом месте вот этот создал папку и я сделал у нее сет группа иди вот то сами сет группа иди который отвечает за то чтобы все новые файлы в этой папке создавались с той же группы что и в этой папке то есть буковка с она может быть здесь она может быть здесь здесь уже может быть только буковка т вот я здесь добавил стики бит к этой папке вот ты появилась был x стал ты и вот есть папка тмп про которая говорил у нее ты уже стоит то есть смотри в нее все могут в нее писать читать чего угодно с ней делать но поскольку у нее стоит стики бит вся эта свобода действия ограничивается только твоими собственными файлами чужие менять не можешь это установка сет группа иди это установка стики и основу напомню что я не буду вот эти вот буковки разбирать они в мане хорошо написаны слишком много опций чтобы на них тут устанавливаться тем более зубритив так и вот это было как пока что мы в основном в консоли работали единственно чем мы делали на сишки это смотрели как сет и вид работы и сет юид как как нам использовать все вот эти маски прав чтобы выбирать свои собственные маски прав когда мы что-то создаем потому что когда мы что-то создаем не используя маску прав по умолчанию там да там блин до этого короче еще дойдем суть в том что может захотеться нам свою собственную какую-то маску прав сделать и вот в сишной библиотеки стандартно есть такой набор констант это просто define и макросы как вот их можно юзать и каждый этот макрос он цветает обычно какой-нибудь один битик вот есть такой макрос который позволяет первые три бита то есть право доступа для владельца все разрешить это тоже самое что вот эти три бита объединить и вот это право на чтение для владельца право на запись для владельца на исполнение для владельца это все то же самое для группы это все то же самое для всех остальных и вот они в такие тройки объединены чтобы чтобы если мы хотим разрешить все нам не нужно было всю эту фигню перечислять просто вот эти вот три штуки берем тогда у нас все биты установятся ну и для сет юзера 10 группа 10 кибитов константы есть видно что вот первые три тройки битов это восьмеричная система вот это вот поэтому каждая чиселка здесь это по три бита видно что вот эти первые три бита они все здесь вот юзаются так или иначе вот здесь первые три тройки битов а следующая тройка битов уже занята вот нашими этими сет юзера 10 группа 10 кибитов константы эти все запоминать наверно особо смысла нет даже в консоли мы можем все равно их не юзать использовать прям буковки а в коде можно и взять вот эти вот дефайн и например если я хочу чтобы мой пользователь владелец мог файл читать исполнять его групп тогда туда и вот вот эти вот две штуки беру рид юзер экзекьют юзер для группы я хочу чтобы пользователи той же группы могли его читать и писать исполнять не могли тогда я делаю рид групп и райт групп а ими кьют не ставлю и для всех остальных я хочу разрешить только экзекьют вот я пишу экзекьют азарс удобно получается и вот это вот битвую маску который мы сами собираем она передается бесчисленное множество всяких системных вызовов которые принимают их видео типа мод т битвую маску ну и вот он написал простенький пример я создаю файлик и я хочу разрешить его читать и исполнять самому себе во всем остальным ничего вот я собрал программу запустил она мне создала этот файлик вот что получилось вот этот битик сюда отобразился на чтение вот этот битик сюда все остальное не светл поэтому прочерки если попробую писать вот смотрите я владелец и у меня право на запись нет вот я пытаюсь него писать и мне будет ошибка несмотря на то что я владелец отчитать его все еще могу но он пустой и я создал его пустым без права в него писать поэтому записать него в принципе ничего невозможно пустой вывод я все-таки могу так делать записать у меня будет ошибка доступа вот и есть еще такая штука you mask это это не не ядерная вещь это чисто в стандартной библиотеке такая глобальная переменная есть которые для всех оберток которые так или иначе принимают отт вычитает из этих оберток саму себя то есть это такая маска типа он маска анду маска не знаю как еще объяснить то есть она не побитого теперь и применяется как вот обычно маски делают что у нас есть маска она к чему-то применяется как побитого и и какие-то биты он сетает она применяясь не совсем так она тоже 9 битов все тоже самое rvx 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 только она как бы негативная если в маске бит установим единичку то у всех новых ресурсов будет 0 даже если я его явно тут и пытаюсь установить то есть она вычитает биты она запрещает какие-то биты все такие какие-то права выдавать причем это довольно странно но смысл этого и маска для меня честно говоря покрыть завесы тайны поскольку это даже не системный вызов это чисто библиотечная штука которую любой может взять и у себя в коне просто поменять я чего она защищает я честно говоря не очень понимаю но короче она есть и иногда возникает проблема что ты такой берешь создаешь файл разрешаешь с ним делать всем все что угодно все пишите исполняйте читайте ты его создаешь как бы он хоп он создается все равно вас какими-то прочерками ты думаешь в чем проблема я разрешил все вот на самом деле он просто с этими маскам засел объединился и какие-то биты вычлезь вот пример я с хочу хочу разрешить на свой новый файлик чтоб его пользователь мог и читать и писать из и исполнять чтобы короче все все могли делать вот вот эти три константы они все 9 битов заседуют единичку вот я с файл создаю и запускаю и смотрю что получилось я всем разрешил все но у меня прочерки остались вот раз прочерк вот два прочерк это из-за того что вот эта маска что вот этот что вот эти права они вычли из себя юмаск это восьмеричной системе вот у меня на юзера не маска никак не влияет поэтому у меня получилось на него все три бита создать на группу двойка двойка в двоечной системе это 010 то есть она вычтет серединку как раз и вот он вычла у меня здесь должна была бы за быть запись а у меня юмаск ее вычла и то же самое еще одна двойка с others тоже 010 и там где не где единичка там права вычитаются вот у меня здесь не получилось создать причем я я говорил типа создай со всеми правами и маска взял и вычел это вот в обертке функции open произошло если бы напрямую сисков open позвал то такого не было вот ну и и маску можно вот так вот представить что от него берется не и потом она уже побитого и применяется то есть если мы эту штуку сделай мне это будет 755 семерка это три единички побитого я из тремя единичками это но ничего не изменит что-то и и один это будет равно что-то просто бинарная боги как двойка превратится в 101 то есть но вот как раз и получается у меня 101 101 то есть если от ее маска взять не тогда это уже реально маска получается которая применяется ко всем нашим правам побитого да ну и вот и и в консоли можно посмотреть есть еще библиотечный вызов который тоже и маск печатает в коде все это надо подведем промежуточный итог у процесса 10 6 видов всяких 66 яичников это ты виды и ты гида и еще куча групп у него может быть и у каждого ресурсы есть владелец группы и 12 битов всяких разных про доступ и каким образом теперь это все соединить проверить проверить может и процесс вот с какими-то там своими и даме юидами там получить доступ к ресурсу вас такими-то битами как это все проверяется алгоритм но он довольно предсказуемый если мы рут что можно делать что хотим если мы не рут но мы владелец то доступ разрешается по первым трем битам маски прав при этом в следующих шести битах права могут быть более жесткими то есть пользователь то есть владельцу может быть разрешено писать о группе запрещено писать всем остальным тоже запрещено писать но если владелец мы будем нам будет разрешено писать по что в первых трех битах то есть . по каждой тройке независимо проверяются права доступа вот если мы оказалось что не владелец тогда следующий пункт если мы тогда хотя бы группа если мы хотя бы в группе этого ресурса или вас добавочная группа равна этому ресурсу то тогда по 2 3 по вторым трем битам доступ разрешен понятно типа такая иерархия получается и чем ниже опускаемся тем меньше у нас обычно прав во всех остальных случаях доступ по последним трем битам маски прав то есть я не владелец я не связан никак с группой этого файла и вообще с этим файлом ничего общего не имею тогда последние три бита у меня определяют что я могу делать вот да я здесь накидал полезных функций которые могут быть интересны просто посмотреть вот сложно наверное представить чтобы эти функции часто кому-то были нужны были бы нужны но иметь представление о том что они есть все равно стоит обычной рядовой программе конечно не знать особо не приходится например можно поменять права вот я это раньше делал консольный команды чмот но она на самом деле есть и фишки команда чмот позволяет поменять права если у нас на это вообще есть то есть если я не root то я могу права только снимать я не могу повышать привилегии ресурс если я не root даже если кстати если владелец моему тоже могу право менять вот если я не да да если владелец я могу у файла права увеличивать если я root я могу делать хочу но короче можно менять права этими функциями вот этой функции можно получить существующие права ничего не меняя но она не только права возвращает она на самом деле очень много чего вернет там размер файла номер и ноды кучи всякой видне но вернет среди всего прочего у нее здесь будет мод вот это вот та самая маска из на линуксе ему все 12 бит просто стандарт не написано что вот эти биты сетю и сет юзера и 10 группа и 10 и стики бит вот эта тройка битов что она должна обязательно идти вместе с 9 битами доступа этого не сказано стандарте поэтому мы не можем рассчитывать на то что стики бит цвет юзера 10 группой делать в этом ст моде есть но в линуксе они там есть в маке я не знаю может быть они там тоже в маке есть это наверно не очень важно что там стандарте если это есть в таких распространенных как бы системы посмотреть все вот эти всевозможные виды процесса портируемый способ только этими функциями здесь можно заметить что здесь нет функции get 3 as you eat которую я юзал потому что она только на линуксе есть у них на маке вот эти вещи они есть стандарте поэтому они есть везде тут можно заметить и огорчиться что здесь нельзя safety посмотреть не safety вид не сейфт гид его тут нет этих функциях можем осмотреть только настоящий вид эффективный вид а сэйф нельзя через эти функции в целом там на каждой системе есть свои хаки как можно достать сэйф ну а линуксе это где-то я трезь вид на маке я не помню как на маке там какая-то это особенный маковский системный вызов есть но фейбсд по моему можно прочитать из файловой системы прок но там же где мы смотрели разметку процесса все эти стеки хипы там же тоже вроде как можно прочитать с их твит причем реальных способов как бы не просто два или три есть реализации на стеку верфлоу кице иди до портируемая типа там реально столько разных вариантов есть его прочитать просто сумасшедшим ну на самом деле логично что его тут нет потому что зачем он может быть нужен кроме как чисто для информации незачем он нужен только для того чтобы 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 вернуться в роли вот а вот если мы это делаем мы скорее всего уже и так знаем что у нас на это право есть некие фиги там с этими сейфт видами нам нужны честно говоря мне непонятно зачем среди ту же стандарт добавили можно было это деталью реализации оставить и есть ну как бы пользователи они обычно по логину захотят они свой яичник не знают и чтобы узнать свой яичник по имени есть функция get pv нам get password name можно наоборот по айдишник узнать имя get паспорт и видит наверно структ пас vd в котором хранится примерно то же самое что файлики эти сипа своды только в виде структурки которые можно фишки прочитать и то же самое для групп есть никаких примеров с этим не будет потому что абсолютно как тривиальные штукенции просто надо знать что они есть я сам честно говоря не помню обычно какая из этих функций что принимает и каждый раз все равно читаем man потому что вот настолько редко мне добывает надо поэтому забрите реально это не надо но про их существование знать стоит и теперь сложная часть будет сейчас мы смотрели вот что процесса есть кучка айдишников там до одежды к юзера одежды группы и кроме этого у процессов есть лишних одежды группы процессов они как не связано с группами пользователей или самими пользователями просто вот процессы могут быть объединены в группу процессов и когда процессы объединены в одну группу им можно посылать сигнал сразу всем одновременно вот этой функции kill которые сигналы посылает в ней можно сразу целой группе процессов послать сигнал зачем это может быть надо вообще объединять процессов какие-то группы и посылать сигналы вот на например используется терминалом для того чтобы рассылать сигналы массово когда мы в терминале пишем подряд несколько команд они помещаются в одну группу процессов и когда мы потом нажимаем control c то сигнал сиггинт он посылается всем кого мы запустили что значит всем ну то есть их больше одного может быть вот я здесь написал пример который который если ему передали в аргаве буковку в то он делает printf если передали него это он делает сканы это позволяет мне их объединять в пайп и каждый из них печатает айдишник свой собственный свой пид и айдишник своей группы не группа юзеров это вообще другое совсем не связаны группы процессов вот эта функция get pg где get pg rp процесс групп типа вот функции посмотрим что она выведет вот я ее скомпилиал и запустил ее на ну то есть вот эта вот штука будет выводить вот это будет читать и они друг другу перенадут один байтик через pipe теперь посмотрим что произошло у меня получилось что оба этих процесса имеют один айдишник группы у них разные пиды но айдишник группы у них один и можно заметить что айдишник группы равен пиду одного из процессов вот пид процесса пид процесс пид которого равен айдишник у его группы он является лидером группы я не помню честно горячу там через лидера можно делать короче у групп есть лидеры да и если бы я вот здесь вот сейчас нажал control c то у меня бы сигнал секунд постался бы обоим процессом они только одному из них то есть когда мы сложную команду пишем в терминале мышка и нажимаем control c она вся отменяется они они только последние или первые или какая-то середине теоризм благодаря тому что вот можно послать сигнал сразу группе процессов и всех разом закинять ну в основном она для закиливания используйте может можно еще для чего-нибудь вязать там неважно какой сигнал суть то что любой сигнал можно послать группе на животные сигналы которые сигьюзер сигьюзер один пользовательские сигналы которые можем по своему усмотрению всех программах посылать обрабатывать и даже их можно посылать сразу группе процессов вот и следующая абстракция это сессии группы процессов в свою очередь объединяются в сессии можно не пугаться это уж последняя группировка они не будут дальше еще как пирамид кого что-то там расти то есть процессы все объединяются в группы а группы в сессии всего два таких уровня зачем нужны еще какие-то сессии почему не хватило этих групп то сложно уж как-то получается за тем что у нас помимо процесс ну у нас есть разные роли у групп процессов какие-то группы процессов они передовые честно я как бы не знаю как еще перевести for ground процессы из background процесс есть for ground процесс и вот for ground я перевел передовые передовые это вот самые обычные которые мы пишем в консоли и они как бы блокируют нашу консоль пока не закончится и группа передовых передовая группа процессов во всей сессии может быть только одна вот та самая которую мы в терминале пишем по одной штучке и может быть много фоновых процессов много много фоновых групп процессов каждая фоновая групп группа ее можно создать на примере если здесь в конце персоны допишу ну вот ты делал ты знаешь да если допишу в конце аперсант то все вот эти вот процессы они уйдут в background и будут там фоне выполняться и они образуют фоновую группу процессов и таких фоновых групп процессов может быть много да у тебя там в домашке как бы эти группы не сетаются это не надо неважно вот это нужно только для сложных терминалов в домашке это не обязательно делать то есть есть много фоновых групп процессов и только одна for ground только одна передовая группа процессов в сессии раз уж мы заговорили об об аналогии с терминалом сессии это вот то что это наш открытый терминал как бы вот то есть сессия с не ассоциируется один открытый терминал это может быть терминал который который вот прям локальным и открыли программку там какой-нибудь дикстером там я не знаю кто там чем пользуется обычный терминал или это может быть ssh connect который тоже терминал то есть это какой-то произвольный терминал который откуда-то берет данные и вводит их вводит их как будто бы вот с клавиатуры сюда и вот эти данные поступают передовой группе процессов на стандартный поток входа фоновые группы процессов они читать терминала не могут они терминал направляют input только передовой группе процессов и у сессии есть лидер то есть нас 33 роли получаются сессии есть одна передовая группа процессов много фоновых групп процессов и один лидер лидер это обычно вот вот сама программа shell которая там ваш какой-нибудь born shell сишел чем-нибудь такое вот это вот доллар короче вот то есть я же в одной в одном терминале могу разные виды вот этих скриптовых вашей запускать шеллов вот они будут как бы лидерами один лидер будет только один я могу выбрать какой именно и вот будет терминал который на вход будет посылать топки то данные передовой группе процессов и вот пока это все тоже не очень понятно зачем это меняется в сессии вот и зачем разграничение ролей нужно но за тем что когда в терминале происходит что-то мы там нажимаем control c control z control d какие-то сигнала генерируем эти сигналы отправляются передовой группе процессов сразу массового вот когда я говорил что группе процессов можно послать сигнал сразу всем вместе вот это вот здесь используются когда нажимаю control c у меня терминал посылает сигнал сегин передовой группе процессов и сразу когда нажимаю control c у меня фоновые процессы не дохнут они продолжают работать я могу хоть об обжиматься этим control c им ничего не пошлет потому что терминал посылает сигналы только передовой группе процессов чтобы послать фоновые группе нам придется явно писать команду kill там выбирать кому будем посылать когда мы просто control и какую-нибудь букву там время чтобы сигнал послать это только передовой группе отправляется и когда связь терминалом пропадает например мы pssh приконнектились а потом интернет пропал или я открыл окошко терминала потом не exit аккуратненько написал никто не пишет экзит реальным все просто закрываем терминал вот здесь вот нажав крестик и тогда тоже связь терминалом она как бы пропадает пусть терминал пропадает тогда лидеру сессии уже они передовой группе процессов передается сигнал о потере терминала сиг хаб такой сигнал есть а дальше лидер сессии уже решает что делать со всеми остальными кто получается без терминала остался он может их всех покинять может им всем переслать этот секаб может всем послать секунд это уже решает лидер сессии чем будет делать например если это если мы говорим про обычный баш и вот в баше запущу какую-то фоновую группу процессов а потом закрою баш обычным крестиком то у меня баш вот этот баш процесс который обрабатывает команды баша он получит сигнал сик хаб и покиляет всех у меня фоновые процессы тоже завершаться вот в этом причина того что когда мы pssh коннектимся наверняка как бы вот того кто будет видос смотреть может даже у тебя возникала ситуация что заходишь на сервер и хочешь там запустить фоне какую-то долгую задачу а потом пойти знаю что делать или ты хочешь запустить эту фоновую задачу чтобы она работала даже если интернет пропадет друг ну на выемка например на домашках такое часто бывает если на старших курсах например на предмете суперкомпьютеров там есть задача такая что коннектишься компьютеру суперкомпьютер этому pssh запускаешь какую-то задачу и она может выполняться там реально знать час-два если тебя интернет моргнет все у тебя как бы там прошло там не знаю час сорок минут и осталось на пять минут интернет моргнул все у тебя покиляется все ничего не будет храниться как бы после того как терминал завершился если явно этого не сделаешь сам вот башен все покиляет и поэтому когда мы pssh приконнектимся и даже даже пытаемся фоновые какие-то задачи стартовать они все равно завершаться когда мы выйдем чтобы этого не делать нужно либо явно ловить в них сигнал сикхаб игнорировать его но это не будет работать если лидер просто не будет посылать как пошлет что-нибудь другое вот здесь такой способ и есть еще один способ вообще отсоединиться от терминала чтобы когда терминал пропадет это нас вообще не никого хауника это делает это можно от руками и это делает такие делать такие утилиты как скрин букс такие утилитки которые позволяют виртуальные терминалы создавать то есть заходим на сервер создаем виртуальный скрин делаем в нем что-то как как вот в обычном терминале как бы как обычном терминале пишем какие-то команды потом делаем detach этот скрин он фоновым процессом остается и мы можем даже выйти сервака отсоединиться потом обратно вернуться и опять заатачиться к этому терминалу и продолжить работу вот это делается за счет того что скрин каким-то образом фоновый наш этот вот терминал фоновый наш баш отключают вот вот терминала с которого мы вводим отключает как того это саша которого мы зашли или отключает его от обычный локального там моего текстерма то есть он каким-то образом вот эти вот стрелочки обрезают не будет получать эти сигналы его не нельзя будет кильнуть вот так вот просто если интернет пропадет это делается созданием новой сессии есть такая функция сет сид она создает новую сессию в стандарте сессии нет айдишников то есть и групп айдишник есть у сессии айдишников нет в стандарте поэтому set сид она айдишник новый не принимать не принимает но поскольку все таки какой-то способ идентификации сессии нужен в реализациях фактически он все-таки есть этот айдишник поэтому сет сид его возвращают новый айдишник сессии которые обычно все равно не нужно использовать и и даже есть функция, чтобы желаемый новый ID-шник сессии выбрать самому, но я здесь ее не пишу, ее в стандарте просто нет. Лезть на линуксе, но в стандарте есть только вот эта. Такая простенькая функция set-seed. Она возьмет наш процесс, и если этот процесс сейчас уже не является лидером группы или сессии, то создаст ему отдельную сессию с единственной группой, лидером которой он будет. Если я сейчас вот в этом прост один вызову set-seed, то он отпачкуется от этой сессии в свою собственную сессию, где он будет лидером и будет в своей единственной группе сидеть один. Но терминала у него не будет. Вот если мы зовем set-seed, то это не просто создает новую сессию, но еще и отключает нас от старого терминала. Терминал, он остается в старой сессии. Если здесь кто угодно будет делать set-seed, то терминал вместе с ним не уедет. Он останется в старой вот этой сессии с этим лидером. И таким образом я могу отрубить себя от вот этих стрелочек. У меня просто не будет этого терминала. И таким образом я, получается, создал демона процесса, который не подключен к никакому терминалу. Ему не нужно соединения там никакое со мной. Он просто в фоне работает и делает какие-то фоновые задачи. Я могу выходить из системы, заходить под другими юзерами, что угодно делать, а этот процесс будет продолжать спокойно работать, пока мы не рестартанем или пока не кельнем его. Но он, короче, не пропадет. От того, что мы просто взяли и вышли случайно или не случайно. Ну, демоны, наверное, не нужно объяснять применение демонов. Блин, они реально делают просто все. Чего только стоит. Логин демон, который нас впускает в систему, когда проверяет наш пароль и создает нам эти терминалы, через которые мы потом уже работаем. или сислог, там демоны, я не знаю, которые логи пишут. Или на маке, поскольку это микроядро, там вообще почти все ядро – это кучка демонов, которые управляют там звуком, экраном, клавиатурой и чем угодно. База данных – это обычно тоже какой-нибудь демон. Когда мы MySQL запускаем, там можно его в режиме демона запустить, и он будет как бы работать спокойно. Мы можем с сервака уйти, клиенты будут к этому MySQL connectиться даже без нас. Все будет нормально. В тарантуле тоже можно его демонизировать. Может там опцию demonize true передать, и тарантул тоже демоном станет. Вот. Получается, что сложного в создании демона, что нетривиально вот эта идея, что нужно выйти из передовой группы процессов и еще и выйти из сессии. Выйти из сессии, чтобы отключиться от терминала. И вот в качестве примера я решил модифицировать сервер, который мы писали в прошлых лекциях, который принимает чиселки, увеличивает их на один и посылает обратно. Все тот же самый, уже третью лекцию сервак у нас. Здесь я не буду весь его код заново показывать. Единственное, что я изменил, добавил новую функцию demonize. Она, во-первых, делает fork. Она делает его за тем, чтобы новый процесс не был лидером группы. Как мы помним, как я сказал, функция setseed, она вернет ошибку, если мы уже лидер группы. Лидер группы существующую не может взять и в новую сессию свалить. Поэтому я сначала делаю ребенка, который лидером группы не будет. Потому что, ну, действительно, если наш оригинальный процесс уже лидер группы, то когда он forkнет нового ребенка, этот ребенок будет в его группе, но лидером он не будет. А если мы и так не были лидером, то и создать лидера мы тоже не сможем. Поэтому fork нас гарантирует. После этого у меня родитель завершается, потому что он меня больше не интересует, мне нужен только ребенок. Да, все, что выполняется дальше, оно выполняется не в лидерском процессе. И у меня setseed там отработает. Что дальше нужно еще учесть? Что новый процесс будет от терминала отключен, как я говорил. Поэтому у нас всякие scanf и printf, они будут ошибку возвращать. И если мы все-таки хотим как-то получать фидбэк из этого демона, что он вообще там делает, обычно для этого заводят файл с логами, в которые логи просто будут писаться, вместо того, чтобы писать их в терминал. Я здесь использовал, ну я просто открыл лог-файл какой-то, буду в него писать. И чтобы у меня все printf и в коде не заменять на какие-то райты в этот лог, я просто сделаю так, что у меня файловый дескриптор, отвечающий за стандартный вывод, станет указывать на этот файл. Как мы помним, это делается функцией dup2. То есть я говорю, что закрой стандартный поток вывода и вместо него все направляй вот в этот файл. После этого у меня stdout file no указывает на этот файл. Оригинальный fd мне больше не нужен, я его закрываю сразу. Читать мне неоткуда, поэтому stdin я тоже закрываю. Ошибки тоже куда бы ни писал. Ну их можно было в отдельный лог тоже писать, окей, но мне здесь не нужны, поэтому я их тоже закрыл. То есть я либо позакрывал, либо позаменял все стандартные потоки вывода. Потому что терминала больше нет. Я не могу с него ничего читать или в него писать. После этого я использую уже наконец эту функцию set-seed, которая создаст мне новую сессию и группу. И сделает этот процесс их лидером. Вот. Да. И у меня появился демон. Да, и поскольку его родитель завершился, этот процесс не просто демон, он еще и зомби. Потому что все демоны, в каком-то смысле зомби получаются, процессы. У него родитель будет сейчас, если я здесь распечатаю getpapid, у него будет родитель единичка. Вот этот первый процесс unit на Linux или LaunchDen на Mac. И вот теперь я могу на самом деле эту daemonize называть из любой программы, даже ее не меняю. Вот я программу сервера не менял вообще, кроме как вначале функцию daemonize позвал. Все, все, что выполняется дальше, будет выполняться у меня в демоне. Да, вот. Я тут еще понял, наверное, может быть, неочевидно было, что вот здесь говорил, что передавая группу процессов, она получает segund, segund, сигналы, короче, из терминала. А что у нас будет передовой группой процессов, если мы терминал удалили, когда setseed сделали, передовой группой что будет? Они что? Передовая группа не обязана существовать. Передовой группы может быть максимум одна, но их может быть и ноль. Поэтому, когда я тут сделал setseed, то у меня сессия создалась, у которой нет передовой группы. У нее есть только один лидер, вот этот вот самый демон, и у нее даже фоновой группы процессов нет. Это просто сессия из одного процесса получается. Понятно, да? Вот, и теперь можно проверить. Я собрал... Вот раньше, когда я тестировал этот сервер, я напомню, мне приходилось открывать много терминалов, потому что, когда я запускал сервер, у меня блокировался мой терминал, приходилось из других терминалов клиентов стартовать. А теперь я делаю все через один терминал. Я вот собираю демона, запускаю его, логи он будет писать в файле log.txt. Я здесь ему передал в момент командной строки. Смотрим теперь, что у нас в табличке процессов. Вот, демон запустился. То есть, мне управление сразу вернулось, мне ничего не блокировалось. Вот, демон запустился. Как теперь убедиться в том, что он реально демон? Ну, вот я его ПИД здесь передал. Смотрим, у него ПИД единичка. То есть, во-первых, он зомби. Во-вторых, у него нет терминала. Если у него нет терминала, то в столбце TTI у него будет два значка вопроса. То есть, он ниоткуда ввод не получает. И, значит, никакие секунды, секунды и прочее он получит тоже ниоткуда не сможет. Даже если сейчас закрою этот терминал, закрою там SSH, все позакрываю, у меня все равно будет он жить. Спокойненько себе жить, поживать. Вот. Да. И теперь я даже в том же шеле собираю и запускаю клиента, а у меня там сервер где-то в фоне уже демонизировался. Я знаю, что он у меня запустился там на каком-то конкретном порту с каким-то конкретным IP-шником. Вот я собираю клиента, чтобы к нему приконнектиться. Запускаю, хоп, приконнектился. Отправляю, что-то получаю даже. То есть, все работает, получается. Клиентом отключаюсь. Теперь, как посмотреть, что сервер все это время делал, пока я тут вводил это 100, вводил 300. Как мы помним, я перенаправил у него стандартный поток выводов файлик log.txt, поэтому посмотрю, что он туда написал, и он туда написал вот все, что происходило. Когда я зашел, он залагировал нового клиента, когда я отправил 100, он прочитал. Тут у меня, короче, не влезал весь ввод, и мне пришлось удалить вот этой сотни. Так. Вот я подключился, ввел 300, вот он залагировал, что я подключился, и ввел 300. И отправил мне 301, я их прочитал, потом я отключился, Ctrl D нажал, и вот он это тоже залагировал. И он все еще живой, поэтому, чтобы он не висел там бесполезным, я его келяю потом. Я его пит отсюда узнал и закелял. И все. Получилось, вот мы демона создали. Ну и все. Следующего раза не будет. Вот конец.